добрый день вы на канале хобби мк и сегодня я хочу предложить вам связать вот такого вот лисенка я его делала на шплинтовых креплениях у него лапки и ручки поэтому они двигаются их можно выпрямлять голова свободно вращается но вы можете это все пришить если у вас нет шплинтов это можно просто соединить или веревочным соединением или просто сшить между собой вот так у меня получился лисенок если он вам понравился приступаем к нашему мастер-классу вязать я буду ниточками ангур и рам в два сложения крючком номер два от фирмы максвелл начинаем вязать голову начинать я буду не с кольца амигуруми а с двух воздушных петелек поскольку у меня ниточка мохнатая стянуть кольцо амигуруми будет сложно и теперь в первую петлю цепочки я провязываю 6 столбиков без накида второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд в конце второго ряда у нас по кругу получается 12 столбиков третий ряд провязываем по схеме столбик без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце третьего ряда у нас по кругу получится 18 столбиков четвертый ряд провязываем по схеме столбик без накида прибавка столбик без накида повторяем эту комбинацию 6 раз всего в конце четвертого ряда у нас по кругу получится 24 столбика столбик без накида прибавка столбик без накида обратите внимание в каждом четном ряду мы будем разбивать прибавку между столбиками без накида для того чтобы прибавки у нас не выстраивались в линию и не формировали узора на голове пятый ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз конце 6 ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида прибавка 2 столбика без накида повторяем эту комбинацию 6 раз в конце 6 ряда у нас по кругу получается 36 столбиков обратите внимание в рапорте который мы повторяем 6 петель 7 ряд провязываем по схеме 5 столбиков без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце 7 ряда у нас по кругу получается 42 столбика с 8 по 14 ряд провязываем без прибавок и убавок по 42 столбика по кругу провязан 14 ряд 15 ряд провязываем по схеме 5 столбиков без накида убавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце 15 ряда у нас по кругу получится 36 столбиков обращаю ваше внимание что у бабочки мы делаем только за передние стенки петель показываю подхватываем на крючок переднюю стенку первой петли по ходу вязания переднюю стенку второй петли по ходу вязания провязываем сначала две передние стенки и потом две петли с крючка у нас получился вот такой убавочный столбик его практически не видно в вязании продолжаем вязать раппорт до конца ряда 16 ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида убавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце 16 ряда у нас по кругу останется 30 столбиков 17 ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида убавка повторяем эту комбинацию 6 раз и в конце ряда у 18 ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида убавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце 17 ряда у нас по кругу останется 18 столбиков вот такая голова у нас получилось и сейчас есть два варианта вы можете продолжать вязать дальше набив голову если вы будете пришивать голову к телу я же смогла приобрести шплинты и сейчас буду делать шплинтовое крепление единственное что мне не удалось найти диск нужного размера и поэтому я буду использовать систему двух дисков вот я из крышечки вырезала отрезала бортики и у меня получился вот такой вот диск я увеличиваю один диск другим и вставляю всю эту конструкцию вот сюда в кольцо амигуруми с изнаночной стороны за эти кончики шплинта я потом буду делать крепление к туловищу набиваем голову синтепоном довольно плотно но так чтобы нет не было растяжение полотна 19 ряд провязываем по схеме столбик без накида убавка повторяем эту комбинацию шесть раз конце девятнадцатого ряда у нас по кругу получится 12 столбиков двадцатый ряд провязываем по схеме 6 убавок подряд и стягиваем отверстие отверстия стягиваем за передние стенки петель подхватываем переднюю стенку первой петли по ходу вязания вытягиваем через нее хвостик вторая петля вытягиваем хвостик третья петля вытягиваем хвостик я сразу подтягиваю поскольку ниточка мохнатая и протянуть через все петли и и будет проблематично прячем хвостик внутрь игрушки при помощи цыганской иглы разравниваем голову массирующими движениями начинаем вязать передние лапы я также буду вязать нитью в два сложения вяжем черным цветом начинаем с 2 воздушных петелек 1 2 в первую воздушную петлю цепочки провязываем сразу 6 столбиков без накида 2 ряд провязываем по схеме столбик без накида прибавка повторяем эту комбинацию три раза у нас в конце ряда получится 9 столбиков с 3 по 6 ряд провязываем без прибавок и убавок по 9 столбиков по кругу в конце 6 ряда делаем соединительную петельку чтобы сгладить окончание ряда вытягиваем небольшой хвостик обрезаем ниточку возвращаемся к оранжевой пряжи я в следующую петлю ввожу крючок притягиваю черный хвостик и делаю узелок вытягиваю с этого же места петельку и следующую петлю по ходу вязания начинаю провязывать 7 столбиков без накида 1 и делаем убавку восьмой ряд провязываем по схеме 6 столбиков без накида убавка в конце ряда получится 7 петель 9 ряд провязываем по схеме 5 столбиков без накида убавка в конце ряда останется 6 столбиков 10 и 11 ряд провязываем без прибавок и убавок по 6 столбиков по кругу обрезаем ниточку оставив кончик для стягивания набиваем лапку синтепоном нижнюю часть лапки набиваем побольше среднюю часть лапки набиваем средне и верхнюю часть лапки практически не набиваем чтобы наша лапка лежала свободно если вы будете просто пришивать лапки вы можете сразу смыкать отверстие мне же нужно вставить шплинт отступаю 11 ряд 10 и между 9 и 10 ряда вставляю шплинт со стороны убавок потому что лапка будет чуть-чуть на убавках загибаться в сторону шплинт вставлен чуть-чуть докладываю набивку чтобы спрятать головку шплинта и закрываю отверстие за передние стенки петель потом прячу хвостик внутрь игрушки если вы делаете не на шплинтовом крепление а просто на веревочном то вам кончик прятать не нужно вы оставляете его для пришивания лапки вяжем вторую такую же лапку начинаем вязать заднюю лапку провязываем потуже две воздушные петельки и в первую воздушную петлю цепочки провязываем сразу 6 столбиков без накида второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд в конце второго ряда у нас по кругу получается 12 столбиков третий ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков по кругу четвертый ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида 4 убавки подряд в конце четвертого ряда у нас по кругу останется 8 столбиков два горячих пятый ряд провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков по кругу шестой ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида 2 прибавки подряд 3 столбика без накида прибавки должны приходиться на переднюю часть лапки и окончание ряда у нас приходится на пяточку дальше делаем 2 соединительные петельки чтобы сгладить окончание ряда и обрезаем ниточку переходим на оранжевый цвет и начиная с этой же петельки начинаем вязать 7 ряд провязываем 4 столбика без накида 2 прибавки подряд 4 столбика без накида прибавки снова у нас должны получиться на передней части лапки 8 ряд провязываем по схеме 5 столбиков без накида 2 прибавки подряд 5 столбиков без накида в конце 8 ряда у нас по кругу получится 14 столбиков с 9 по 11 ряд провязываем без прибавок и убавок по 14 столбиков по кругу смотрим где у нас передняя часть лапки вот такая у нас получается лапка и для тех кто вяжет игрушки на шплинтовом крепление сейчас самое время вставить шплинт у меня опять не оказалось под рукой диска нужного размера и в данном случае вырезала диск из пластиковой крышечки для консервации пропускаем 3 ряда 1 2 3 и в центре третьего оранжевого ряда вставляем шплинт чтобы он не выскочил я его зафиксирую при помощи биндера продолжаем вязать 12 ряд представляет собой 7 убавок подряд обрезаем хвостик я делаю соединительную петельку чтобы сгладить окончание ряда и набиваем ножку вот здесь по плотнее и здесь помягче когда будете вязать вторую такую же лапку следите чтобы плотность набивки была одинаковая и теперь стягиваем отверстие за передние стенки петель хвостик прячем внутрь игрушки или оставляем его для пришивания если вы выбрали обычное веревочное крепление или просто пришивание лапок вот такие две задние лапки у меня получились начинаем вязать ушки делаем 2 воздушные петельки и в 1 воздушную петельку провязываем столбик без накида это был первый ряд поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем в единственную петлю первого ряда прибавку теперь у нас в ряду 2 петли поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание вяжем столбик без накида прибавка в ряду 3 петли поднимаемся на четвертый ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание 2 столбика без накида прибавка в ряду 4 петли поднимаемся на пятый ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 3 столбика без накида прибавку в ряду 5 петель поднимаемся на шестой ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 4 столбика без накида прибавку в ряду 6 петель поднимаемся на седьмой ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 5 столбиков без накида прибавку в ряду 7 петель поднимаемся на восьмой ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 6 столбиков без накида прибавку в ряду 8 петель поднимаемся на девятый ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 7 столбиков без накида прибавку в девятом ряду у нас получилось девять столбиков без накида вот такой у нас вышел треугольничек и теперь нам его нужно обвязать по краям для этого мы в то же место где мы делали прибавку провязываем еще один третий столбик без накида и теперь на каждый ряд провязываем по столбику без накида мы пришли к верхней точке здесь в макушку провязываем 3 столбика без накида сразу в одно отверстие это развернуло нас на вторую сторону ушка и по второй стороне точно также провязываем по одному столбику без накида на каждый ряд я делаю еще один столбик без накида вот сюда в первую в первый столбик последнего ряда у нас получился вот такой ровненький аккуратный треугольничек вяжем такой же абсолютно треугольничек только из черной пряжи вот я его уже связала теперь накладываем эти треугольнички изнаночными сторонами так как у нас ушка вяжется двусторонним только обвязка у нас имеет лицо и изнанку оранжевую ниточку можно обрезать оставив хвостик для пришивания и дальше продолжаем вязать черной пряжей мы должны совместить все петли и соединить их столбиками без накида и подхватываем на крючок заднюю стенку оранжевой части ушка и обе стенки петли черной части ушка вот так и провязываем столбик без накида он объединил две наших части дальше следующий столбик задняя стенка петли оранжевой части и две стенки петли черной части продолжаем так по двум сторонам ушка за счет того что передняя кромочка петли у нас осталось не задействованной у нас образуется четкий край по оранжевой части ушка вот так обрезаем ниточку оставив кончик для пришивания и вяжем второе такое же ушко начинаем вязать тело провязываем 2 воздушные петельки и в первую петлю цепочки провязываем 6 столбиков без накида 2 ряд представляет собой 6 прибавок подряд всего в конце как 2 ряда у нас получится 12 столбиков 3 ряд провязываем по схеме столбик без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце четвертого ряда у нас по кругу получится 12 столбиков 4 ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце четвертого ряда у нас по кругу получится 24 столбика с пятого по седьмой ряд включительно провязываем без прибавок и убавок по 24 столбика по кругу провязан седьмой ряд восьмой ряд провязываем по схеме 10 столбиков без накида 6 прибавок подряд 8 столбиков без накида в конце восьмого ряда у нас по кругу получилось 30 столбиков вот у нас получилось такое увеличение на попку девятый ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида прибавка повторяем эту комбинацию 6 раз в конце девятого ряда у нас по кругу получится 36 столбиков дальше с десятого по тринадцатый ряд включительно вяжем без прибавок и убавок по 36 столбиков по кругу